Диджитал Октобер Диджитал Октобер – это место для общения людей и место, где вы можете получить доступ к уникальному контенту. Сегодняшнее мероприятие организовано при поддержке посевного фонда «Бриколаж» центра Диджитал Октобер. И сейчас я бы хотела передать микрофон главному аналитику посевного фонда «Бриколаж» Никите Парфенову. Всем привет! Добро пожаловать в Диджитал Октобер. И для начала коротенький вопрос. В зале есть стартаперы, андрепренеры и вообще люди, интересующиеся? Есть люди, стартаперы, у которых помимо идеи есть прототип, что-нибудь, что можно пощупать. Работающий проект. О, отлично! Думал, будет меньше. Так вот, если вкратце, «Бриколаж» – это посевной фонда «Диджитал Октобер». У нас фокус в основном – это IT и интернет. Работаем по модели Y-комбинатора. Где-то инвестируем от 20 до 100 тысяч долларов. Стейк в проекте берем от 3 до 15%. Интересные – мобайл-эпс, консюмер-интернет, софтура и сервис в разных нишах. Поэтому, если кому-то будет интересно, обычно мы, вот там написано, что «application by referral only», но иногда мы открываем своеобразный день открытых, у нас есть день открытых дверей. И, собственно, можете посылать свои заявки, если есть какие-то интересные проекты и идеи, может быть, какие-то партнерства, вот на этот адрес. Будем рады пообщаться. Итак, мы переходим к основной части нашего сегодняшнего мероприятия. Кроме всего прочего, посевной фонд «Бриколаж» занимается и образовательной деятельностью. Мы хотим, чтобы стартапы, которые к нам приходят, обладали определенными компетенциями. Сегодня перед вами выступит уникальный человек. Его зовут Андрей Скворцов, и он является генеральным директором компании «Меркатор». Он поговорит с вами о том, как правильно представлять свои проекты, чтобы вы, дорогие предприниматели, бизнесмены и стартаперы, когда будете приносить свои проекты в посевной фонд «Бриколаж», принесли их таким образом, чтобы мы бы их увидели, все поняли и дали вам очень много денег. Итак, поприветствуйте, пожалуйста, Андрей Скворцов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Перед тем, как мы начнем работу, я бы хотел, чтобы вы поняли две вещи про меня. Ну, во-первых, я не дизайнер, и я даже не умею рисовать. Я директор компании, и я продавец дизайна. Поэтому все, что мы делаем, на все, что мы делаем, я смотрю немножко со стороны, я пытаюсь посмотреть глазами клиента. И для меня нет продукта хорошего или плохого. Для меня есть продукт, который хорошо или плохо работает, решает задачи клиента. Я хочу, чтобы вы вместе со мной сегодня на все, что я буду показывать, смотрели именно немножко так со стороны, как бы работает или нет. И второе. Я человек довольно скептический, можно сказать, даже циничный. И мне почему-то кажется, я даже уверен практически, что большинство из вас тоже скептически и цинично настроены. Мы, конечно, любим театр, мы любим поэзию. Но когда дело доходит до принятия решений серьезных, нам бы, конечно, хотелось посмотреть на цифры, на факты. При этом желательно, чтобы все было понятно и легко доступно. Инфографика – штука популярная, в последнее время она на буме находится. Но помня о том, что мы люди скептические, и помня о том, что изначально инфографика была придумана, как инструмент пробивания вот этих стальных лбов, циников, мне бы хотелось рассказать вам о такой исконной, изначальной роли инфографики. Инфографика, убеждающая, пробивающая циничные мозги. И с этим мы начинаем. Итак, увидел и понял. С самого начала расскажу вам три примера использования инфографики, как раз как она реально работает, решение всех этих сложных проблем. И первая история вот какая. У нас работает девушка в Меркаторе, уже пять лет. Девушку зовут Маша, она приехала к нам из Перми. Она очень профессиональная. В Перми она работала в одном из лучших рекламных агентств. Но с девушками, которые приезжают из Перми в Москву, через два-три года происходит метаморфоза. Они становятся москвичками. И, соответственно, они больше хотят, больше хотят денег. И я получил где-то два года назад, я получил от Маши письмо, в котором не было текста. Ну, текст там был, но он был в виде картинки. Одна всего лишь картинка в формате JPEG. Я вам сейчас ее покажу. Плохо видно, а вот теперь хорошо. Маша нарисовала, что она пришла на работу в седьмом году, на этапе стажировки сделала три проекта, на следующий год семь проектов, на следующий год тринадцать, двадцать. И тут она еще отдельно расписала, что девять проектов она работала над сценарием, три проекта она провела как интервью. А интервью у нас это не просто поболтать с клиентом, это серьезный такой дейтамайнинг процесс. Внизу деньги, вот здесь вот, как пульс у мертвеца, ее зарплата за эти все годы. Это на самом деле не так, не совсем так. Здесь были подергивания периодические в виде премий, бонусов, но это мелочи, можно считать, что так. И она напередорисовала мне рост потребительской корзины за это время. Я убрал цифры, чтобы никого не смущать. И на самом деле рост потребительской корзины, конечно, не в шесть раз, как нарисовано на графике. Здесь рост процентов на 30, приемлемо. Я на это посмотрел и понял, что возразить-то, в общем, нечего. Главным образом с этим рост потребительской корзины был налицо. Да и с этим тоже видно, что Маша профессионал. Она стала работать больше, это не значит, что она в офисе ночами сидит, она просто быстрее делает проекты. И кроме того, мне опыт купило то, что Маша сэкономила мое время. Не было вот этих разговоров, ой, подними зарплату от меня. Вот, все. Я понял, что она так же и с клиентами общается, на самом деле. Корректно, четко, по делу, быстро. Вот все цифры. Результат. Маша работает у нас до сих пор, зарплату я ей поднял. Когда я спросил у нее разрешение, Маш, можно я это покажу? Она говорит, давайте новый нарисую. Ну что, ты, десятый год. Я тебе даю еще одну такую же картинку из выражения. Я говорю, спасибо, спасибо, мне пока достаточно. Другой пример. Эта картинка тоже про Меркатор. Это один из наших отделов. И это иллюстрации взаимоотношений людей в коллективе. Мне ее нарисовали консультанты, с которыми мы работаем. Вон они машут ручкой. Не отвлекайтесь, потом, если после лекции, может быть, я вас познакомлю. Итак, эта картинка показывает взаимоотношения людей. Чем дальше, ну понятно, кружочки это люди, чем дальше они на этой схеме, тем хуже у них отношения. Значит, далеко враги, близко друзья. Как они эти данные получали? Я так в двух словах расскажу, это любопытно. Мы проводили опрос взаимный в интернете, ну что-то типа 360 градусов. Каждый друг друга оценивает по компетенциям. При этом даже не так важно, что именно оценивалось. А потом они статистически посчитали завышение и завышение оценок между каждым. Если мы с вами друзья, он с вами, я вам завышу оценку, вы мне, мы друзья. Если мы на ножах, наоборот, относительно среднего, я занижу. И эти данные здесь нарисованы. Что мы тут видим? Два клана Монтеки и Капулетти. Раз и два. Один, его никто не любит, это фрилансер. И один соблюдает нейтралитет, который вроде как со всеми более-менее нормально общается. Схема эта нерабочая. Я подозревал, что в этом коллективе есть определенные проблемы, но когда я увидел наглядно, я понял действительно суть проблемы. Я понял, кто где, кто с кем, что происходит. При этом вот эти красные здесь, это главари. Красный цвет по исследованию, он означал люди, которые мешают другим выполнять их рабочие обязанности. На почту не отвечают. Но с ними трудно взаимодействовать. А синие с ними легко. Ну, я скажу вам, что мы сделали. Пришлось, к сожалению, с этим человеком все-таки расстаться. Этот через некоторое время сам ушел. А остальные, этот и этот, подтянулись и стал нормальный работающий коллектив. Вот он уже у нас полгода, тьфу-тьфу-тьфу, нормально работает. Фрилансер как был, так и работает. Остался там далеко. И никаких вопросов. Еще один пример сложной задачи. Увидел и понял. Ну и третий. Поднимите руки. Кто видел эту картинку? Ага. Это тест на профессиональных инфограферов. Кто ее видел? Да, это Лондон. Ваш любимый район. Оксфорд-стрит. Риджин-стрит. Но это Лондон 19 века. 1856 год. А каждая точка показывает смерть от холеры. Эпидемия холеры. И английский врач и художник Джон Сноу, нанося эти точечки на карту, определил источник холеры. Им стало из крестиками показаны колонки с водой. И он определил таким образом колонку, которая стала источником холеры. Это произошло уже 160, сколько-то, 150 лет назад использовался метод инфографики. Я вам показал эти три примера вначале. Это три примера, это как три океана визуализации информации. Один — это графики и диаграммы, первый. Второй — это графы. Третий — это географический и картографический анализ. Про каждый из них можно говорить очень-очень долго. Сегодня делать я буду не это. А я хочу рассказать вам про то, что же лежит в основе любой хорошей инфографики. И долго не буду вас томить. Всего лишь четыре базовых принципа, четыре условия. Содержательность, смысл, легкость восприятия, оно же для нас дизайн и аллегоричность. Эти принципы, это не я их изобрел, они существуют в природе. То есть это такая объективная реальность. Я вам расскажу сегодня, как мы столкнулись с этими принципами, как мы их увидели. Это произошло довольно трагически, должен вам признаться. В 2008 году мы начали проект «Россия в цифрах» для канала «Россия-24». Может быть, вы видели. На канале «Россия-24» идут ролики инфографические. 50 секунд «Россия в цифрах». Начинался этот проект очень тяжело. Но начать с того, сказать, что в 2008 году телеканал «Россия-24» не продлил с нами контракт. Был кризис, мы делали довольно простую графику, курс доллара, цена на нефть, денег нет, кризис, все. Мы свободны, мы компания частная, аутсорсинговая, просто не подписываться договора, и мы уходим. Ну и это, конечно, неприятно, вы можете понять. Но на прощание главный редактор канала, Дмитрий Медников, нам так собросил такую идейку. Говорит, если вы придумаете что-нибудь про статистику, ну покажите, пришлите мне по почте. И мы решили, что мы это будем делать. Месяц мы делали сами. Каждый день мы делали инфографический ролик на злобу дня. Месяц это показывать невозможно было никому. Через месяц мы стали слать ему эти ролики. Он отвечал где-то в лучшем случае раз в неделю, одной строчкой. Мы делали так месяц, потом еще месяц, потом на три недели ответы прекратились вообще. И мы уже были готовы сдаться, и ну ладно, не получилось и не получилось. Но на третью неделю пришел ответ. Ребята, то, что вы делали последние три недели, мне понравилось. И мы заключили договор, и сейчас он у нас движется, и скоро мы будем отмечать тысячный ролик. Мы сделали уже тысячу роликов России в цифрах. Но в эти четыре месяца, пока мы развивали этот проект, мы совершили все ошибки, которые только может совершить инфографер. И я сегодня хочу, в оставшиеся 50 минут приблизительно, я хочу, чтобы мы с вами прожили еще раз, и я с вами проживу эти четыре месяца, и мы с вами еще раз совершим эти ошибки и откроем заново вот эти четыре принципа. Есть картинки из этого проекта. Я вам буду показывать потом подробнее. Да, но прежде чем мы двинемся дальше, я хочу вам напомнить, что инфографика делится, наверное, для вас не секрет, на инфографику высокого разрешения, то, что рисуется на бумаге или на мониторе компьютера, и низкого разрешения, это телевидение или это презентация PowerPoint. Как я вам сейчас выступаю перед вами. Ну понятно, что высокое разрешение, есть возможность всякие мелкие детали, мелкие шристики, текстики подписывать. Чтобы было совсем понятно, я покажу пример. Это пример из журнала, который мне очень нравится. Это питерский журнал «Инфографика». Я его ни разу не видел, правда. В руках не держал физически, но я в интернете постоянно слежу за тем, что они делают. Это наш с вами бюджет. Бюджет Российской Федерации. 10 триллионов рублей примерно. Доходы, расходы. Вы видите, как много деталей, как много подписей. Если так главное выделять, то доходов у нас НДС, основной доход, таможенные платежи, немножечко налог на добычу полезных ископаемых, НДПИ. Прибыль – маленький такой червячок. Вся прибыль куда-то уехала на Кайманово острова, очевидно, отдыхать. Расходы. Основное – это национальная экономика, национальная оборона и социальная политика. Вот это принципиальные подходы. Картинка высокого разрешения. Вот здесь, там внизу, если вы обратите внимание, инфографикс livejournal.com. Инфографикс через F. У них написано. Это их блок. Картинка легко за пять секунд превратится в картинку низкого разрешения. Ну, вы поняли, в принципе, без слов понятно, в чем разница. Это не хорошо и не плохо. Это не значит, что это хуже, а то лучше или наоборот. Это просто два принципиально разных подхода. Сегодня я буду в основном говорить про это. Хотя немножко про высокое. Поговорим разрешение. В основном про это. Хотя бы потому, чтобы дальним рядам было все хорошо видно. Итак, содержательный смысл, легкость, восприятие – аллегоричность. Содержательность. Сделали мы первую работу, одну из первых, нашего проекта «Россия в цифрах». И выглядела она примерно так. Мы подумали, окей, мы будем делать на злобу дня, какой-нибудь 12 апреля, что-нибудь напишем про праздник. Скучно, невообразимо. Как быть? И мы поняли, что без количественной информации, без цифр смотреть здесь абсолютно не на что. Если вы думаете, что мы одни делали такие ошибки, я вам покажу пример. Это вот инфографика «Рьи новости». Это, правда, два года назад. Они с тех пор значительно выросли. Они сейчас такого не делают. Но я сохранил картинку себе на память. Это иллюстрация. Здесь нет количественной информации никакой. И поэтому она довольно скучна. Фактически это текст, это статья и иллюстрация. Про принцип содержательности мне сказать больше нечего. Мы просто запомнили и выбили у себя в скрижалях, что инфографика без количественной информации – это вообще отстой и не инфографика вовсе. А теперь смысл. Со смыслом немножко труднее. Окей, пусть будут цифры. Вот одну работу мы сейчас будем делать с вами. Экспорт зерна из России – 13 миллионов тонн. Дизайнер нарисовал мешок, зерна, комбайн, все, зерно, цифра. Ну и что? В чем кайф-то? Нету. Понятно, что должна быть какая-то история. И мы стали думать, какая же может быть история про зерно. И нашли, что Россия – один из крупнейших экспортеров зерна, а раньше Советский Союз был одним из крупнейших импортеров зерна. И отлично мы придумали. О, классная история, сейчас мы ее сделаем. И вот посмотрите ролик, который у нас получился в результате. Импорт и экспорт зерна. СССР по годам, 15% мирового импорта, ну а затем экспорт в Россию. Ну что произошло? Дизайнер почему-то нарисовал две разные картинки. И всю нашу историю слил. Я с ним разговаривал и говорю, слушай, дорогой, ну а как же так, зачем? У нас же СССР, Россия. Он говорит, ну а что, мне прислали две картинки, две таблички. Одну, вторую, я нарисовал. Говорю, а что они такие разные? Ну чтобы было интереснее. Скучно же смотреть на одно и то же. Окей, одна будет такая, другая такая. Он не забыл нарисовать здесь кучу зерна сверху. Здесь колоски, чтобы ни у кого не осталось сомнений про что это. Ну история-то утекла, и это очень важный вывод на самом деле. Смысл, который вы закладываете в инфографику, легко очень потерять. Особенно на этапе рисования. И у нас сейчас, это очень важные условия, редактор и дизайнер постоянно работают вместе. Они сидят в одной комнате, они общаются. И чем плотнее и теснее они общаются, автор с дизайнером, с аниматорами дальше, тем меньше шансов, что случится что-то плохое типа этого. Хотя все равно случается до сего дня. Не на этом проекте, но на других. Поэтому запомните, пожалуйста, редактор, тот, кто понимает смысл, должен очень тесно работать с дизайнером. Ну, я представлял себе, что должно получиться как-то так. Импорт и экспорт зерна до 90-х годов СССР импортируют. И в 90-е годы, несмотря на все проблемы, все-таки пошел экспорт. Это вопрос смысла. Хочу вам показать еще одну картинку. Она иллюстрация того, что смысл не обязательно именно в цифрах. Он может просто быть в количестве информации. Здесь это научное сотрудничество между странами. По ссылкам, по совместным статьям, смысл здесь есть не для всех. Ну, я не знаю, если вам понятно. Это Япония, Китай, его, какое восточное побережье, Индия, Западная Европа, Америка. Смысл здесь есть для России. Почему? Потому что Россия примерно как Атлантический океан по части научного сотрудничества, к сожалению. Но есть отдельное здесь подергивание. Вот Москва, Петербург, Сибирские города, Новосибирск, Красноярск. Но в целом, если вам стало грустно от этой картинки, я сейчас вам покажу другую, где яркое пятно из Европы смещается на европейскую часть России. Это транзакции по картам Зибербанка. Это мы делали. В реальном времени там летают деньги. Смысл может быть и без дизайна вовсе. Смысл вообще не про дизайн. Я одно время преподавал в МГУ, в бизнес-школе МГУ. И у меня было задание для студентов. Покажите мне, как вы в информации находите смысл. И одна девушка сделала великолепную работу. Она мне разрешила ее использовать, но, к сожалению, потерялась ее фамилия. Если она, сейчас я в камеру скажу, девушка, если вы меня увидите, услышите, напишите мне. Я буду говорить, кто автор этой чудесной работы. Все, извините. Потому что она сделала вот что. Она принесла мне таблицу. Это результаты Евгения Плющенко на разных соревнованиях. По годам. А теперь смотрите, что происходит. Значит, она нарисовала, как могла, карандашиком. Первое место внизу, там, десятое наверху. И вот что творится у Плющенко. Седьмое место, первое, четвертое, первое, второе. Его колбасит. Но тенденция, тенденция-то туда, к олимпийской медали. Я считаю это фантастической работой, обалденной. Представьте себе, я, менеджер спортсменов, и я вижу 200 таких картинок. И я их вот так вот, перед глазами, они у меня летают. И я вдруг вижу одну, на которой я, допустим, 99-й год. Вот здесь она мне обрывается. Но я вижу вот эту тенденцию. Этот клин сужается. Человек приближается к чему-то такому, к хорошей медали. Быстро увидел и понял. Это вот великолепный пример. Нарисовано от руки, никаких технологий, никаких навыков дизайна даже нет. И эта штука, в принципе, уже будет работать. То есть я к чему? Инфографика — это вообще не про дизайн и не про художество. Это про понимание смысла цифр. Да иными словами психологи любят это слово. Инфографика — это гештальт. Знаете слово гештальт? Да. Ну, если вдруг кто-то не знает. Гештальт. Вы меня поправьте, я не психолог, правильно ли я скажу. Это когда из кучи мелких смыслов ты вдруг обретаешь. О, какой большой смысл новый. Да? Так? Успели ли вы заметить, в какой момент появился смысл? Когда это произошло? Были цифры, и вдруг щелк. И стало вроде бы как интересно разглядывать. Нет? Тогда повторяем. Еще раз. Но на другой примере. Прогноз расходов России в 2012 году. 12 триллионов рублей. Есть смысл? Нет. Да? Неинтересно. Что надо сделать, чтобы он появился? Сравнить, конечно. С чем будем сравнивать? Давайте сравним сначала с той же Россией 10 лет назад. Бах! Рост в 7 раз. С 2002 года по 2012 год. Чуть-чуть стало немножко любопытнее. Еще можно сравнить? Надо с кем-то таким сравнить, чтобы мы поняли, много это или мало. Как мы деньги-то тратим вообще на мировом масштабе? И мы сравним, например, с Германией. Почему с Германией, вы сейчас поймете. Потому что мы тратим, ну по плану, в 2012 году больше уже, чем Германия. Большой малиновый пиджак оделся. Вот. И это уже смысл. И тут это уже интересно. И это уже цепляет глаз. Циничные, скептические аудитории. Это уже некое открытие, некий гриштальт. Дальше мы можем развивать эту историю. Мы можем там на душу населения посмотреть. Кто-то вот говорил, да, про это, что надо на душу населения. Вот, пожалуйста, отставали, на сколько там, ну будем считать, в 10 раз. Сейчас только в 2 раза. Можно сравнить этот наш расход, а не откуда. С доходами сравнили дефицит бюджета. А как у нас дефицит бюджета? Вообще много, мало, что это? Посмотрим в исторической перспективе. У нас был профицитный бюджет до 2009 года. В 10-м стал дефицитный, сейчас вроде как, ну, дефицитный, но могло быть все хуже. Ну и, конечно, с Америкой надо сравнить. У них 42% от объема доходов дефицит, у нас пока 8. Но, правда, у нас рубли не продаются так чудесно, как их доллары. Поэтому, может быть, 8% это не так-то и легко. И вы правильно назвали, я просто хочу, чтобы еще раз вы это запомнили или услышали. Это принципиальная вещь. Смысл инфографический появляется в чем? В сравнении, конечно. И более того, вся инфографика, это по большому счету не более чем сравнение. И больше я вам скажу, что сравнение это вообще практически единственное, что в жизни есть интересного, как ни странно. Ну, правда, потому что любая драматургия – это сравнение. Любой конфликт, так или иначе, это сравнение. Ну и интерес в конечном счете. Ну, правда, это так и есть. Сейчас не будем углубляться в эту тему, но это очень важно. Сравнивать надо с чем-то таким серьезным. Вот, например, Сбербанк, уже упоминавшийся. Кто против Сбербанка выйдет? Мы делали годовой отчет в прошлом году. Опа! Сбербанк будем сравнивать с сотней следующих за ним банков рейтинги. И тогда возникает событие, тогда возникает вот это чудо. Надо же, елки-палки, Сбербанке вкладов больше, чем в ста следующих банков. Вон, ВТБ-24 здесь. Сразу возникает интерес. Значит, если у нас есть содержательность, если у нас есть смысл, то, в принципе, эта убедительная сила уже появляется. Уже с этим можно работать, выходить на аудиторию, выходить к инвестору, что-то такое показывать. Но понятно, что это пока всего лишь набросок. Значит, если мы хотим профессиональную работу сделать, нам надо добавить дизайн. Дизайн, мы договорились с вами, что на нашем языке это легкость восприятия. И первая, конечно, проблема, которая возникает, когда мы думаем о дизайне, это выбор диаграмм. Почему это важно? Иллюстрирует вам эта картинка. Это сравнение рейтингов кандидатов на выборах президента США, где в блин объединены рейтинги в 60%, в 70% и в 63%. Так на бегло взгляд видно, что блин... Видите, как у них там тоже бывает так, что целое состоит из 60%, 70% и 63%. Это в Америке, как бы главная страна по инфографике, где Эдвард Таффти живет. Ну, конечно. Вот так. То есть, на самом деле, конечно, за диаграммами надо работать осторожно. Есть книжка, по счастью, чудесная. Если кто-то из вас ее не видел, кто читал эту книжку? Поднимите руки. О, уже много. Но не все. Читайте, говори на языке диаграмм. Это азбука, это просто нужно абсолютно всем, чтобы не совершать по-настоящему таких простых ошибок. Я немножко там, чтобы вам интерес, что ли, возбудить. Я чуть-чуть вам расскажу, что там происходит. Ну, например, есть такое правило, что сравнивать сектора круговых диаграмм очень сложно, неудобно. Здесь у нас 71%, здесь 65%. Разницу увидеть невозможно. Для сравнения долей лучше подходят столбики. Видите, все понятно, все видно. Раз и два. А если уж я показал вам эту картинку, это реальный кадр из реального годового отчета. Хоть я и не дизайнер, но одну ремарочку я вам скажу. Видите, здесь легенда изображена. Цветные шарики, кружочки, которые здесь цветные и там цветные. Легенда утяжеляет инфографику сразу на порядок ее восприятия. Тем более инфографику, которую мы показываем на экране. Без легенды почти всегда можно обойтись. Я не дизайнер, но сейчас я за одну секунду при вас избавлюсь от легенды. Сейчас чпок. Ну, нам достаточно просто подписать. Это я сам рисовал, делал в фотошопе. Это достаточно просто сделать подписи рядышком. У меня есть принцип proximity, принцип близости, подпись, сектор. Все понятно. Легенда не нужна. Стало компактнее, стало понятнее. Это так, туда немножечко про дизайн. Другой пример. Когда у нас есть сравнение эффективности разных компаний или подразделений. Вот у меня абстрактная компания, у нее подразделения север, юг, запад, восток. Я их сравниваю, кто лучше, кто хуже. Ну, можно разобраться. Там запад вроде растет, север вроде там снижается его. Ну, продажи возьмем, да. А запад, восток, юг и запад не поймешь. Для сравнения рейтингов лучше подходит график. Надо открыть книжку железно и просто это дело выучить. Смотрите как, да здорово. Восток, офигенная динамика. У остальных, у юга, то, что было совсем не очевидно на прошлой картинке. У него спад. Запад, ну, как-то так, ни то ни сё, болтается. Ну, теперь, сколь скоро мы заговорили о диаграммах, я вам покажу одну картинку, потому что диаграммы, способ построения диаграмм в инфографике, это лазейка для, как бы сказать помягче, для чудаков. И вот, посмотрите, пожалуйста, на эту картинку. Да, топ-10 популярных стран для отдыха югорчан. Это Хантамансийский округ. И вы можете делать вот так, разглядывать. Я вам скажу, что требуется порядка 5-7 секунд, чтобы обнаружить здесь первое место, Турция. Я вам помогу. Второе место, вот. Третье я уже не помню. Буду искать вместе с вами. Бресса. Хорошо или это плохо, мы договорились с вами, что мы на всё смотрим со стороны задачи. Это инфографика средств массовой информации, печатных, в первую очередь. Я к ним никакого отношения не имею, но я немножечко в этот огород залезу. И сейчас немножко гадостей про них поговорю. Давайте посмотрим на ещё одну картинку. Кукуруза. Это тоже из печатного журнала. Она красивая, эта картинка. Вопрос возникает. Где тут смысл? Красота есть. Смысла нет. Это тот самый случай, когда дизайнер поработал. Хорошо. Здесь, например, мы вдруг обнаружим, что листья кукурузы – это график. А здесь листья кукурузы. Это тоже график. Это цены на кукурузу. Причём где ноль непонятно, но это не важно. Ну и сама кукуруза тоже разделена. Хорошо это или плохо? Может быть, кто-то мне скажет из главных редакторов или журналистов, что это хорошо. Разворот привлекает внимание, читателям нравится, красиво всё нарисовано, здорово. Ну, я бы поспорил. Почему? Инфографику можно разделить на три больших класса. Объяснялки, презентации информации и иллюстрации. Презентация информации – это то, чем мы занимаемся сегодня. Объяснялки – это всякое в разрезе. Как подводная лодка устроена. Ну, сейчас пример покажу. О, например, ролик. Это мы делали. Ролик в разрезе с Энно-Шушенской ГЭС. СМИ умеют… Печатные СМИ очень хорошо… Некоторые очень хорошо умеют это делать. Вот журнал «Инфографика», который я уже упоминал сегодня, он нарисовал там «Дантовский ад» в разрезе, и «Макдональдс» у них есть в разрезе. Классно, всё замечательно. Ну, кстати, не все умеют делать. Я вам сейчас ещё покажу пример, тоже так в сторону. Это один из сайтов. Смотрите. «Грузовик пробил ограждение моста и повис на нём». Как рассказали очевидцы этой аварии, грузовик держится на мосту буквально на четырёх колёсах. Смотри схему. Здесь можно было добавить для читателей конкурс. Кто нашёл грузовик на этой схеме, получает приз. Ну, смеяться как бы легко, конечно. Мы сами делали и более страшные вещи, на самом деле. Что ж тут поделаешь? Но, тем не менее, среди объяснялок тоже есть свои чудеса. Но вернёмся к нашей схеме. Так вот, с объяснялками более-менее ясно, что это. Сегодня их не трогаем. С презентацией информации тоже ясно, трогаем. Некоторая инфографика становится иллюстрацией. И в этом есть опасность определённая. Вот посмотрите, как часто и как много мне интересно будет смотреть на такие картинки. Ну хорошо, кукуруза меня порадовала. Но если на этом строится номер, и если это из раза в раз получается, это вещь тоже такая подозрительная. Вот картинка из журнала, всё тоже питерский журнал «Инфографика». Это тоже про туризм. Популярные туристические направления, маршруты. Девятый год, десятый год. Это Турция. В девятом году столько ездили, в десятом столько. Это Китай. Примерно поровну. Это Египет. Много ездили, мало. И тут какие-то другие страны. Смысл потерян. Я смысла этой картинки не вижу. Я не знаю, как вы. Вы видите? Вам пришлось бы наверняка читать, разбираться. Вам таблицу было бы проще понять, чем такую штуку. Но в блоге есть рассказ про то, как это делали. Кубики ненарисованные. Они вырезаны из бумаги, склеены, покрашены, сфотографированы на разном фоне, обработаны. Это арт-проект. Ну, я не знаю, как вам. Мне последний раз интересно было разглядывать цветные кубики. Примерно 35 лет назад. С тех пор меньше. Я считаю, что это вещь опасная для СМИ. Увлечение иллюстративностью в ущерб смыслу. Если хочется что-то классное нарисовать, рисуйте объяснялки. Был такой журнал. Может быть, помните, все ясно. Кто-нибудь помнит его? Нет. На заправках продавался. По-моему, его секрет фирмы делал. Да? Нет? Секрет фирмы. Журнал закрылся. Мне кажется, поэтому было большое увлечение. Я не знаю точно, я не в курсе. Но мне бы было его скучно читать. Хотя, вроде как, я специалист, мне инфографика интересна. Но я купил пару раз кубики, какие-то штучки, циферки, простенькие. И я перестал его покупать. И вместе со мной, очевидно, куча народа перестал его покупать. Потому что журнал повыходил, повыходил. И кончился. Ну, теперь, чтобы вас немножечко отвлечь от грустных мыслей, я хочу вам представить сайт thisisindexed.com. Он публикует каждый день всякие смешные, забавные диаграммки, без особого смысла. Ну, то есть, там есть смысл, там нет количества информации. Его полезно посмотреть, потому что в презентацию, в какой-то рассказ можно вставлять эти штучки. Давайте просто посмотрим с вами вместе. Горе от ума. Параболическая зависимость. Мало ума, много горя. Но много ума тоже ничего хорошего. А это вам, ну как, стартап. Если вы делаете все как все, но при этом все-таки немножко не как все, то вы горячая тема. Вот iPhone, да, он был когда-то. Вроде как как все, телефон, все понятно, но при этом не как все. На самом деле, так шутка шутками, но это очень полезная штука, особенно для, ну, в том числе и для стартапов. То есть, в чем ваша уникальность? Вот у меня, например, друг стартапа открывал. Он одновременно математик и психолог. На стыке двух наук у него уникальные компетенции. И вы можете что-то подобное нарисовать. Будет понятно, кто вы, что вы, чем вы сильны. Желание прийти на встречу выпускников и успех после окончания института. Прямая зависимость, может, даже круче, чем прямая. А это другая ситуация. Ваш рейтинг в институте, зависимость вашего рейтинга в офисе от рейтинга в институте. Поздравляем с выпуском, с окончанием института. А это жуткая неполиткорректная картинка. Белизна, доверие. Значит, волосы, как бы, слишком блондинам доверие небольшое. То есть, чем белее, тем меньше доверие. Зубы, кожа. Длина юбок у официантки и чаевые. Ну, то есть, все понятно. Что от чего зависит, не очень ясно, но по зависимости понятно. Продолжи алкоголи и наблюдения НЛО. То же самое. Корреляция – это независимость, но связь есть точно. Что от чего зависит, тоже мы не знаем. Информация – это вот про нас, про инфографику. Мало информации – много конфьюжена. Много информации перегрузили – тоже ничего хорошего. Где-то есть золотая середина. Ну и, наконец, количество поваров на кухне и качество еды. Или, здесь можно нашу русскую, например, пословицу. Количество глаз у детей и количество нянек. Что-нибудь такое можно сделать. На самом деле, мне это очень нравится. Это забавно, весело. И иногда даже полезно, как я вам показал. Какие-то примеры. Это вещь неплохая. Так. С этим мы разобрались. А теперь вернемся к Машиной картинке, с которой я сегодня начал. И посмотрим внимательно, что она мне все-таки здесь нарисовала. И нет ли у меня шансов как-то отбиться от такого наглого письма. Итак, представим себе, что мы совмещаем эти два графика. Ну, логика-то у нее какая? Получала мало, работы стало больше, успевает выполнить. Надо платить больше. Ну, мы совместим эти графики. Вот какая-то такая логика. Да, ее взяли на работу. Вот они деньги. А теперь я сделаю вот что. Я всего-навсего увеличу вертикальный масштаб. Оси денег. Я эту палочку наверх. И теперь Маша. Извини, пожалуйста. Только сейчас ты наконец-то начинаешь оправдывать наши ожидания. Ты прости, но мы тебе столько платим. Что такое семь проектов в год? Это один в два месяца, да? Тринадцать. Ну ладно, один в месяц. И плюс еще тринадцатый там какой-то затесался. Все нормально. Вот теперь молодец. Продолжаем работать. Где правда? Неочевидный, на самом деле, ответ. Этим чудесным примером мы открываем новую страницу лекции под названием «Манипуляции инфографические». Их много. Я познакомлю вас с некоторыми наиболее распространенными, хотя и больше. Например, условная гипотетическая ситуация. Две фирмы. Левая фирма, правая фирма. И продажи за два года. Какая фирма лучше? Правая, левая? Левая. А если так я напишу цифры? Какая-то ясность появилась? Одинаковая. Правда? Чем отличаются эти графики? Только тем, что один начинается от 750, а другой, честно, от нуля. Манипуляция называется «место нуля» используется невероятно часто. Я вам сейчас покажу пример. Годовой отчет электросетевой компании. Протяженность сети, рост. На 0,2%. Может быть, опять же, давайте посмотрим на это со стороны. Может быть, это очень важно. И может быть, этот рост на эти 200 километров – это что-то очень серьезное. Но давайте тогда мне так и расскажем, что рост за три года на 200 километров, прирост сетей, что там не сперли, не вырезали эти провода, а наоборот построили новые. Давайте сделаем так. Потому что это, конечно, выглядит немножко забавно. Еще более забавно это выглядит, когда рядом с этим графиком стоит другой, вот такой, чистая прибыль, рост на 54%. И вот они рядом, вот так вот два стоят в годовом отчете. И что-то здесь либо то неправильно, либо это. То есть, ну зачем же? Я умоляю важность этого графика тем, что вот у меня этот такой странный. Манипуляция с местом нуля, в данном случае, я уж не знаю, оправданная, неоправданная, но будьте внимательны. Эдвард Тафти, я вот думал, смогу я провести весь мастер-класс, ни разу не упомянув Эдварда Тафти. У меня была такая цель, не вышло. Эдвард Тафти – это великий гуру. Т-ю-ф-ти-и пишется. Тафти. У него самый гуру инфографики. Его журнал Time назвал Леонардо да Винчи инфографики. Так вот он говорил, он старый, и вот он говорил на мастер-классе на своем. Я, говорит, раньше учил людей, как делать инфографику, а теперь я учу людей, как видеть манипуляции, как не попадаться на инфографические уловки. Вот это самое распространенное, место нуля. Другой пример. Опять же, продажи. Опять же, компании за три года. Это уже одна компания. В 2006 году резкий рост. И мы с вами говорим, что в 2006 году пришел новый директор. Все понятно, да? Директор пришел, результат есть. Бах, в два раза рост. Но если мы изменим интервал усреднения и посмотрим уже не по годам, а по месяцам, то нам придется уточнить, в каком месяце пришел директор. И выяснится, что он пришел в ноябре. А в январе была большая рекламная компания еще старым директором. И картина принципиально меняется, кардинально. И эту штуку очень любят использовать финансовые компании, паевые фонды. Вот сейчас посмотрите. Наша доходность за три года, мама родная. То есть там с кризиса по нынешнее время, там какие-то сотни процентов. А если взять доходность за пять лет, то там и минусы запросто у многих есть. Поэтому с этим тоже надо быть аккуратнее, когда вы это используете и когда вы на это смотрите. Манипуляция называется «игры с усреднением». Ну и, наконец, бывают такие забавные вещи. Вот кадр одного из телеканалов российских. Добыча газа «Газпром». Уверенный рост от 548 миллиардов кубометров к 550. Здесь 556 где-то затесалось, 551-557. Ну я знаю, это грех-грех. Уж мне-то грех смеяться, мы на телевидении работаем. Я знаю, как это все происходит. Прибежали, быстрее-быстрее аниматору подсунули до эфира 30 секунд. Он взял шаблон, написал, в эфир выдали. Ну а теперь это я взял из форума дизайнерского. Это не я сам нашел. Люди, профессионалы над этим, конечно, насмехаются теперь. Но аккуратнее надо быть. Что ж можно тут поделать? Итак, мы с вами посмотрели на манипуляции. Место нуля, осреднение, масштаб. Ну и на ошибки. И теперь вернемся к легкости восприятия. Поскольку мы занимаемся больше видео, я хочу вам одну очень важную вещь про видео рассказать. Это она и про видео вообще подходит, но для видеоинфографики, без нее просто видеоинфографики не существует. Сейчас я вам покажу один ролик, вы сами поймете многое. Посмотрите. Ну хватит. Это тоже одна из работ первых. Ну, то, что вам было тяжело на это смотреть, это не значит, что вы устали, или что вечер трудного дня. Это действительно хренатень. Потому что вас заставили посмотреть подряд огромное количество диаграмм. Вам на каждый надо было прочитать заголовок, вникнуть, что там нарисовано, понять, запомнить. Потом следующий, потом следующий. Ну как-то вот так. Так делать нельзя. Ни один человек смотреть это не будет. Ни по телеку, ни в интернете. Кнопочку нажал и пошел на ТНТ, куда-нибудь смотреть сериальчик. А что делать? Посмотрите. Динамика автомобильного рынка России. Вот он рост. Кто нам мешает на эту картинку нанести теперь раздел на отечественные иномарки? Что ж так шуршит, ты меня заушает? И мы это делаем. Иномарки отечественные. Зрителю даже не надо будет смотреть на заголовок и его читать. Понятно сразу, что происходит. Потом дальше, ну мы дизайнеры, нам проще, ну там трехмерщики, мы эту картинку развернем. И вот, например, возьмем иномарки и поделим на бренды. Ну как-то так. Я по статичным картинкам сделал. Это очень важный принцип. Ну, опять же, его не я открыл. Еще Эйнштейн писал в книжке монтаж в какие-то 30-е годы. Внутрикадровый монтаж, управление вниманием зрителя, чтобы всегда было понятно, куда человек смотрит, чтобы ему не заставлять его переключаться. И там у него даже такая цитата есть у Эйнштейна. На санскрите красивый, прекрасный означает легкий для разглядывания. Я санскрита не знаю, но ссылаюсь на Эйнштейна. Вроде это так. То есть наша задача при создании видеоинфографики делать так, чтобы зритель легко перетекал, его внимание перетекало с картинки на картинку, со слайдика на слайдик. И как можно дольше тянуть, как можно дольше не разрывать эту связь. Одно в другое. Перетекло, перетекло, потекло и так далее. Это зверски-зверски важно. И есть еще, понятно это, как на видео это примерно работает. Я вам потом покажу пример, вы увидите, вспомните о том, что я говорил. Ну и есть масса всяких мелочей. Ну, например, по управлению вниманием. Если у нас есть картинка, цена на жилье, рост в 6 раз, но этого не видно, что в 6 раз. Есть инструмент отличный, называется «Синяя стрела». Это нормально, совершенно не стыдно написать то, к чему ты хочешь привлечь внимание, написать большими буквами. Говорит, обратите внимание, это и в презентациях можно делать, в PowerPoint, привлечь. А если эта презентация без вас работает, если это ролик или если это в журнале, ну ладно, можно надеяться, что человек посидит полчаса, сам увидит главное. Но видео – это просто закон. Ну, еще пару нюансов я вам расскажу. Во-первых, конечно, заголовки в видеоинфографике у нас правило есть не длиннее пяти слов. Размерность вертикальной оси мы пишем наверху, так тоже легче, быстрее считывается. Мы даже мерили, как человек успевает, не успевает это заметить. Никаких легенд, легенды вообще запрещены для видеоролика. Вот их тут нет. И так далее. Все это целый набор приемов под названием управление вниманием, которое в свою очередь входит в блок легкости восприятия. Смотрите, что у нас получается. Смысл есть, содержательность есть, легкость восприятия есть. Все это вместе в сумме нам уже дает инфографику. Хорошую, строгую, скупую инфографику для людей со скептическим складом ума, для циников, убеждающую, которые увидят и поймут. В принципе, на этом можно и закруглиться. И сказать, что да, окей, мы задачу выполнили. Есть одно но. Но если мы хотим собрать внимание аудитории, которая не очень-то расположена, инфографику смотреть, если мы СМИ и нам надо согрести аудиторию, если мы интернет и мы хотим просмотры, мы должны добавить туда эмоции, мы должны добавить туда что-то такое, из-за чего ее будут смотреть. И эмоции в инфографике возникают в тот момент, когда мы используем аллегории. Аллегории. Сейчас я вам расскажу одну историю, и вам будет понятно, что это такое. Американский сенатор Ньютон Гингридж, он был сенатором в 90-е годы, сейчас он один из кандидатов в президенты США, такой ярый республиканец. Так вот, Ньютон Гингридж однажды вышел на пресс-конференцию со стулом. Я постараюсь повторить его подвиг. У стула были подпилены ножки. Одна была нормальная, полный рост, одна была на три четверти, одна на половинку, четвертой не было вообще. И он сказал, ребята, журналисты, господа, администрация президента Клинтона, а он был, кстати, Гингридж инициатором импичмента Клинтона, похожий на Клоченогий стул. Его внимание к военным вопросам и расходам максимально, к вопросам бизнеса меньше, к вопросам семьи и семейных ценностей еще меньше, к вопросам морали и нравственности, вспомним Монику Левинске, вообще ноль. Стул, Гингридж, стоять не может, администрация Клинтона неустойчива, импичмент ему. И он этим, на самом деле, и стал известен. Про это написали все газеты, даже газеты «Известия». Я про это, откуда я про это узнал? Прочитал. Ньютон Гингридж использовал пример аллегории. Это тоже отдельная огромная тема, про это можно много говорить. Ну, представьте себе, если бы он, Ньютон Гингридж, на каждую ножку стула повесил бы еще цифру. Не просто абстрактно, ну или сказал бы что-то для нас, да? Появилась бы содержательность и смысл. И это бы стул тогда стал инфографикой. И было бы намного сильнее. И скептики, которые над ним посмеялись, и сказали, да ну тебя там, Гингридж, со своим стулом, импичмент Клинтона не объявили. Возможно, с содержательностью и со смыслом отнеслись бы к нему иначе. Но для нас этот пример очень важный, потому что это пример использования аллегории. Сейчас я вам покажу, как он работает. Ну, во-первых, пресса может использовать, некоторая пресса, используют это и провокационным, и шокирующим образом. Ну, например, вот такая инфографика. Почему нет? Мимо не пройдешь. Ну, чтобы вам долго не разглядывать и не расстраиваться. 75% респондентов считают, что длина и ширина важны. Это все обусловлено психологией. Не длина и ширина, а то, что аллегории привлекают наше внимание. Карл Хоуэланд в Ельцком университете изучал процесс убеждения. И он выявил, что процесс убеждения состоит из нескольких этапов, первыми и важнейшими из которых являются внимание. Мы должны привлечь внимание аудитории. Смотрите сюда. Во-вторых, понимание. Мы должны понять, что хочет сказать человек. Ну, и дальше это тоже принятие и так далее. Так вот, аллегория в инфографике отвечает за первые два пункта. Стул привлек внимание. Стул с цифрами. Вы поняли? У него разное внимание к разным властям. Падает. Поняли задачу? Поняли. Ну, а дальше, в зависимости от вашего содержания, аргументов, либо приняли, либо не приняли. Примеров несколько покажу. 37-й год. Книжка, американская инфографика. Очень простая. Ну, так если коротко перевести, упрощенно. Грузоперевозки в США. Автомобильные, железнодорожные. Самолетов тогда еще почти не было. Поэтому зеркальная картинка. Все больше и больше автомобильных перевозок. Автомобиль в гору. Поезд под откос. Простая штучка. Простая аллегория. Сразу добавляет нам и внимание к картинке, и понимание ее. Помните вот эту картину? Вначале мы с вами разглядывали бюджет из журнала Инфографика Петербургского. Хорошая картинка. А вот Алтай вот так нарисовал. Тоже бюджет алтайского края. Мясорубка. Значит, что-то туда деньги засыпаются, и фарш. Расходы бюджетные идут. Немножко менее понятно стало. Немножко. Но смысл все-таки до конца не пропал. Зато внимание, такая попса появилась. То есть привлекает внимание большее. То есть человек, который ставит журнал, он это увидит. Запомните эту разницу между аллегорией, осмысленной, нормальной, и иллюстрацией, которая бессмысленная и которая абы какая. Аллегоричность – это хорошо. Это привлекает внимание, и тебе интересно разглядывать, но смысл ты не теряешь. Ты все равно можешь понять, что здесь происходит. Вот они. Эта диаграмма называется санкей. Когда у нас линии толстые втекают друг в друга, растекаются на разные санкей-диаграммы. Вот она здесь. Здесь фарш – это как раз санкей. Это очень хорошая штука. И здесь она работает прекрасно. Покажу вам, как мы… Вспомним наш проект «Россия-24». Покажу вам, как мы в телеке это используем. Аккуратненько, так нежно, я бы сказал. Вот число утонувших в купальный сезон 10-го года. Просто всего-навсего графики уходят под воду. Вот она вода. И мы не знаем, сколько утонет в августе. Там тонет в попросительный знак. Чуть-чуть. А, скажем, в наших коммерческих работах, корпоративных работах, вот для налоговой конференции, например, мы делали всякие налоговые проблемы, усиление налогового пресса. И аллегорически показаны в виде гиль, который падает на несчастное развитие малого бизнеса. Там это кривулька, она сначала как график себе живет, потом просто как кривулька живет. Вон как. И в конце концов… Вот мы сдаем… Это ролик мы сделали для конференции налоговиков. Это официально руководители налоговой системы России. Вот такой вопрос задавали в зал. Являемся мы фактором роста? Являемся. Другой пример. Малый бизнес. Тоже для одной из конференций таких сделанных государственных. Доли малого бизнеса в ВВП. 10% мало. А почему мало? Потому что он натукается на бюрократию, коррупцию. Бум! Мы, конечно, как можем с ней боремся. Ну, просто посмотрите немножечко. Ну, вроде ничего сложного. Но интереснее, чем скучное выступление, которое могло бы быть вместо… Вот, видите, долю малого бизнеса в нашей стране очень-очень маленькое. В принципе, эта штука заменяла выступление чиновника вместо того, чтобы выступать долго, нам нудно. Вот, в принципе, в видеоролик рассказал все, что он имеет сказать по этому поводу. Еще один пример вам хочу показать. Есть Альберт Горр такой. Еще один человек, который пытался стать президентом США. Он сейчас боец против потепления климата, за окружающую среду. И он снял фильм, который получил «Оскар» как лучший документальный фильм, по-моему, восьмого или седьмого года. Вообще, посмотрите, если вы не видели, «Неудобная правда» или «Inconvenient Truth» Альберт Горр. Очень интересный фильм. Там есть некоторые такие нестыковки по фактам. Это с точки зрения науки. Но фильм очень интересный, хороший. И вот посмотрите, что он там делает в этом фильме. Ему надо показать рост концентрации углекислого газа в атмосфере. И вместо того, чтобы просто спокойненько, как я у вас здесь, нарисовать этот график на экране, он взял подъемник. Видно вам, нет? Подъемник. И он говорит, я надеюсь, что я переживу это испытание. И вот он на этом подъемнике. Я вам звук не включаю, потому что, во-первых, у меня очень тихо все равно. А во-вторых, лучше вы посмотрите фильм целиком. Он едет на этом подъемнике вверх и показывает этот самый рост. То есть у него аллегория такая театральная. Она здесь и сейчас происходит. Я даже хотел для вас тут залезть куда-нибудь, показать, как это работает, чтобы вы могли тоже на своих каких-то выступлениях этим пользоваться. При условии, что это осмысленно. Аллегория должна быть осмыслена. Не просто такое вот шоу. Вот он залез. И даже Ганс Рослинг. Вы видели Ганса Рослинга? Запишите себе, если кто-то не видел. Это самый известный человек, который самым лучшим способом презентует статистику. И даже Ганс Рослинг, который много лет показывал свою графику в таком вот виде компьютерном, на не последнем, но на одном из последних выступлений на ТЭДе, притащил такие вот контейнеры из Икеи. Каждый контейнер – это миллиард человек. Вот он их расставлял руками. Возможно, вы видели этот ролик и использовал аллегорические тут символы, чтобы показать благосостояние разных групп людей. Самолеты, машины, велосипеды, тапочки. То есть, на самом деле, это прием очень такой мощный, сильный, вирусный, собирающий аудиторию. Осмысленные аллегории. Ну вот смотрите, что у нас получилось. Смысл, содержательность, легкость восприятия, аллегоричность. Все это вместе нам дает вкусную, шикарную, сочную, хорошо продающуюся инфографику. Я вам покажу наугад взятый ролик в праздничной фейерверке «Россия в цифрах», просто чтобы вы немножко вспомнили и посмотрели на те приемы, которые мы с вами сегодня обсуждали. Редактор субтитров А.Семкин Это не лучше работа, не хуже. Это вот такой средний наш уровень. Мы это делаем ежедневно, каждый день. На самые разные темы, начиная от зарплаты чиновников, и цены на золото, и какой пьют чай. Все это можно увидеть в интернете. Ссылочка немножко я вам дам. Ну и так, подходит к концу мастер-класс. Я вам напомню основные мысли, которые мы сегодня с вами услышали. Инфографика – это гештальт. Инфографика – это сравнение. И это очень важно, это, наверное, самая важная мысль, которая сегодня прозвучала. Для скептиков и циничных умов целью визуализации являются не красивые картинки, а проникновение в суть вещей. Увидел и понял. Ну и несколько ссылочек. Проект «Россия в цифрах». И, кстати, у нас начался с прошлого года проект «Москва в цифрах». Он, на мой взгляд, даже еще интереснее. Там трехмерная реконструкция, визуализация плюс цифры. Вы можете найти на сайте «vesti.ru.videos», и там надо кликнуть «Найти еще инфографика». Вот там они все лежат, все эти сотни. На наш сайт заходите «merkator.ru», где есть новые работы, в основном для корпоративных клиентов. У нас есть канал в YouTube «merkator.infogar», где экспериментальные работы мы кладем. Про него мало кто знает, но вам скажу. И, кстати, все, что там выкладывается, можно использовать в СМИ, если у вас электронная СМИ. Можно брать со ссылочкой «Использовать», пока никому не продали это. Ну и с вами был Андрей Скворцов. Моя электронная почта. Я с удовольствием выслушаю вопросы, коль они есть. А всегда готов отвечать на ваши письма. Адрес postman.merkator.ru На этом официальная часть закончена. Спасибо. Если вы хотите что-то спросить публично, то сейчас самое время до этого. Ой, много рук, я теряюсь. Ну, точнее, я сам буду там моделировать этот процесс. О-о-о, он работает? Пожалуйста. Здравствуйте. Я заметила, что у вас в красной линии буквально через всю презентацию шла проблема с пунктуацией. Миллионы с точками, тире отсутствовали. Что в ваших презентациях, что вот в инфографике. То есть получается, что цифры главнее, чем русский язык. Ну, русский язык – это живая ткань, конечно. Я принимаю ваше возражение. Я посмотрю, за свою пунктуацию вообще не возьмусь отвечать. Действительно, вы, возможно, правы. У нас есть, кстати, Катя Мирошникова у нас в компании, которая прямо вот очень за это радеет. Но, к сожалению, проблема, особенно с точечками, вот как после тысячи ставить точку, не ставить точку. Я не думаю, что это самая большая проблема, которая у нас есть и которая вообще есть. Но вообще спасибо вам, действительно. Будем повнимательнее с этими точечками. Что, тыс без точки пишется, да? Нет, тысячи с точкой, миллионы без точек. Миллион без точек. Маланэ. Маланэ без точки, тыс с точкой. Да. Запомнили. Спасибо. Второй вопрос. Про инфографику вы рассказали вот про свой проект. А очень часто инфографика применяется в спортивных мероприятиях. То есть, там, показать, на сколько метров отстают, еще как-то там, да? Там одна линия, а сравнения практически никогда нету. То есть, получается, нет смысла, раз нет сравнения. Там утилитарная инфографика. Это объяснялка. Там спортсмены сравнивают друг друга с собой. Там и так есть на что смотреть. Иначе будет масло масляное. Ну, я смотрю спорт, там бегуны бегут. И я их сравниваю. Я правильно, да, понял вас? Ну, да. Иногда бывает, что там, допустим, прыжки в длину, да, и всего лишь там линию очерчивают. Ну, правильно, да, конечно. Ну, иначе зачем? Это, знаете, принцип такой театральный есть. Если что-то на сцене мельтешит, то в другом месте все стоять должно. Ну, иначе то ли я на инфографику смотрю, то ли я на бегунов смотрю. Все правильно, конечно, спортивное сливнование. Сейчас американское телевидение для того, чтобы привлечь больше внимания к видам спорта европейским, да, они слишком много инфографики, там на телевизор буквально там полэкрана, это инфографика. Ну, мы делали спортивную инфографику, там другой у них подход. Они объясняют виды спорта. Потому что когда ты понимаешь, ты с большим удовольствием смотришь. И они просто объясняют, там, прыгун с трамплина прыгает, вот какие у него крепления. Какой там угол стола, что это зависит, отрыв. Или там фигурное катание, например, что за прыжок, там, тройной тулуп, кто знает, что это такое тулуп. А он, пожалуйста, объяснит, там, сколько это оборотов, там, на пятку, на носок, приземление. Вот это они молодцы. И у нас так начинают это делать, и мы такие проекты делали. Объяснение, объяснялки, внутрь спортивной трансляции. Это реально очень круто и на рейтинге очень здорово влияет. Потому что сгребает, ну, словно, женскую аудиторию. Женщина хоккей, например, не смотрит, а если им объяснить, что они там делают, то она начинает смотреть. Спасибо. Ага, да, кто еще? О, здесь такая толпа. Давайте. Андрей, спасибо за выступление, очень содержательно. Меня Андрей Судариков зовут, я занимаюсь графическим дизайном и интерактивными разработками. Интересно, задумывались ли вы, есть ли у вас проекты по использованию дополненной реальности в инфографике? Все, забираю микрофон. И еще один вопрос. Еще один. Про дополненную реальность задумывались. Сотрудничать будем? Напишите письмо на полос. Хорошо. И второй вопрос. Как вы выделили именно эту сферу дизайна графического, почему вы именно на нем сфокусировались и какой был путь, вкратце, если можно? О, вкратце путь. Вкратце путь занял 15 лет. На самом деле я закончил географический факультет МГУ. Географический факультет это карты. Первый наш проект мы делали, мы делали карты для телевидения. От карт мы стали делать инфографику для телевидения, просто расширили. Карты, точка, где что произошло. Потом что произошло, как произошло. Получилась инфографика. Потом мы поняли, что инфографику можно делать и для бизнеса. Стали делать не только телевидение, а и для бизнеса. Потом я еще поучился, 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 поучился в разных местах. И вот сейчас мы дошли до этой жизни. То есть не из дизайна, не из изобразительного искусства? Я лично? Да. Нет. Понятно. Спасибо. Ага. Так, еще? О, спасибо вам, отлично. Вот там молодой человек руку тянет. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я также, в принципе, занимаюсь корпоративным видео. И вопрос такой, связанный с инфографикой. Есть ли по инфографике какая-то автоматизация, потому что у вас на сайте есть программа, которая позволяет автоматизировать создание инфографики. И есть ли в России или за рубежом какие-то стоки с проектами по инфографике? Есть ли у вас такая информация? Про стоки. Стоки. Есть стоки по статичной инфографике для презентации, этого много. Недавно, например, Нэнси Дюарте. Знаете, ну, если вы не знаете, Дюарте, как слышится, так и пишется. Нэнси Дюарте открыла сайт Дюарте-шоп, там огромное количество стоков всяких диаграмм. Там и Санкеи, вот эти вот есть линии, и диаграмма Венна, это пересекающиеся эти обручи. И огромное количество всего. Но не знаю, насколько это полезно. Мне кажется, что если ты как немножко дизайнер, или ты хоть немножко умеешь что-то рисовать, то это ты сделаешь. Ну, тут скорее вопрос в том, что иногда при поиске дизайнеров, да, либо приходится с огромным количеством информации и работ сталкиваться, а в условиях ограниченных сроков, да, и примерно понятных цен хотелось бы получать вот какую-то понятную инфографику за понятные деньги. Ну, я сочувствую вам, да, мне нам бы тоже хотелось. Поэтому мы себе таких людей стараемся, ну, которые вроде что-то понимают. Да, ну, это проблема, ну, слава богу, что она есть. Да, вот второй вопрос, связанный именно с возвращением кадров, которые являются одновременно и дизайнерами, и моушн-граферами, да? Ну, дизайнеры моушн-графики, есть скрим-скул при британской школе дизайна, там они растят кадры. Что касается кадров в инфографике, недавно, ну, до сих пор я бы сказал, что их профессионально очень мало, сейчас появилась кафедра инфографики при журфаке МГУ. Там Ирина Доброва, ей руководит, на самом деле. Ну, у них есть блог, и он очень профессиональный. Я, правда, не знаю пока, как они учат и кого не выпускают. Там ни разу не был. Посмотрим, поживем, увидим, возьмем на работу кого-нибудь оттуда. Ну, только-только начинается. Хотя бум уже есть, все вокруг печатают и делают, но такое профильного образования мало. Спасибо, Андрей. Было действительно безумно круто. Вопрос, скорее, технический. Скажите, пожалуйста, а сколько по времени занимает продакшн вот этих вот штук, которые вы делаете ежедневно? Там Россия в цифрах, Москва в цифрах. Если это, конечно же, не секрет. Ну, вот я думаю сейчас, секрет это или не секрет. Я вам не назову тогда срок, но я вам скажу, что это такой пакетный продакшн. То есть там срок производства довольно большой, и он настроен так, чтобы каждый день с конвейера сходило по результату. То есть мы не за один день утром собрались, сделали, давай думать, что мы там нарисуем. То есть там такой конвейер, 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 но он каждый день выдает по работе. Фактически есть рабочая группа, которая вот это делает? Да, да, да. Там есть некий такой заводик, такой конвейер, который каждый день из него выходит по работе. А начинается, конечно, это где-то там немножко раньше. Да, пожалуйста, здесь. Они полагались на прямоугольных плашках. Я думаю, что так делать нельзя, потому что в данном случае сами подписи на плашках отвлекают пользователя от графика и кажутся частью графика. И в данном случае может показаться, что длина подписи к шкале имеет значение. Ну вот на следующем слайде. Сейчас, наверное, он будет. Ну, если это комментарий, то спасибо. Ну, смотрите, ну вот, например, с праздником, ну там дальше больше, на самом деле, с красивым зрелищем. А, то есть вас смущает, что вот эта палка, она может быть как графика. Ну да, для меня прямоугольник — это шкала в данном графике. И такой вопрос. Я всё-таки считаю, что инфографика — это частный случай интерфейсов. Какого из, каких, вернее, из российских специалистов по интерфейсам вы хотели бы выделить и порекомендовать? Спасибо. Вы знаете, честно вам скажу, вот прям совсем честно, я не очень знаток интерфейсов и специалистов по интерфейсам. Может быть, это вам виднее, просто если вы разбираетесь в интерфейсах. Частный случай, не частный, не знаю, честно вам скажу, таких прям вот явных специалистов. Да, вот, пожалуйста, там, девушка. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Андрей, я хотела бы спросить по поводу специалистов из других областей, помимо дизайна. Насколько вообще существует потребность, например, экономистов с пониманием визуального мышления или юристов, с пониманием вот визуализации и так далее? Спасибо. Вопрос очень хороший, потому что потребность огромная. И более того, даже вот у нас потребность больше в аналитиках, в людей, которые создают контент, создают этот смысл, нежели в дизайнерах. И у нас потребность, вот, короткий ответ такой, что да, да, очень нужны и экономисты, и вообще специалисты в разных областях, которые могут вообще понимать, что это такое. Которые поставят правильно задачу дизайнеру. Спасибо. Да, это вот, это очень прям больная тема. Андрей, здравствуйте, меня зовут Алексей. Спасибо большое, очень все было круто. Вот такой вопрос. Вы сказали, что помимо телевидения у вас есть еще корпоративные клиенты. И я так понимаю, что среди них есть, ну, довольно крупные. Вот для стартапов, для компаний, там, ну, такого среднего уровня, да, и начального, вы что-то делаете? И если можно, ну, здесь там это, так сказать, для аудитории, может быть, примерно сколько вообще это стоит? Такие штуки. Да, для стартапов компаний малого мы не делаем, просто наша ниша другая. Ну, как-то невозможно это делать, потому что мы делаем дорого, для стартапа бессмысленно. Будь я стартап, я бы к нам, ко мне никогда не обратился к себе. Вот, я тут участвовал в одном стартапе, у меня был дикий такой когнитивный диссонанс. То есть, я не могу, ну, вроде как, вот оно рядом, под рукой ресурс, но нельзя использовать. Нет, конечно, ну, мы не делаем. Стоит, ну, много стоит, я же цены не хочу сейчас называть, чтобы мне в продажу не превращалось. Да, компания в основном пользуется крупные, большие, просто потому что, ну, мы довольно, у нас 100 человек работает, у нас контора, там, офис, затраты и так далее. Что касается того, что делать стартапу в этом смысле, ну, послушать, вникнуть и нарисовать руки карандашиком. Это вот так, на самом деле, если вы хорошо нарисуете. Инвесторы будут в восторге. Если вы принесете презентацию от Меркатора, инвесторам скажет, слушайте, ребят, ну, либо они у вас просто есть, и мы вам не очень нужны, либо просто пожмут плечами, скажут, а вы не на Порше к нам приехали, ребят? Может, вы уже венчурные инвестиции освоили? Так, пожалуйста. Ага. Ну, отлично, все, а, нет, да? Андрей, большое спасибо за презентацию. И у меня такой вопрос. Вы упомянули, что презентация может быть вживую и может быть в видео, в отрыве от автора. Вы бы не могли сказать, какой идеальный баланс и существует ли он вообще? Или это два разных жанра? Ну, это два разных жанра, это кино и театр. То есть, конечно, если человек выходит на сцену, то это живая презентация. Если мы делаем ролик, который, например, ну, вот часто у нас работа, видео, годовой отчет. То есть в инфографике за три минуты рассказать о том, что компания сделала за год, сколько она заработала денег. Ну, она в отрыве от человека, это выкладывается в интернет, этот ролик, и он живет сам по себе, без человека. На сцене по-другому. Есть нюансы определенные, конечно, в работе, графика под доклад и графика, которая сама по себе живет. Два разных жанра совершенно. А какой легче? Когда выступает человек, больше нагрузка на человека. Я бы не сказал, что легче или не легче. Что легче, спектакль поставить или кино снять? Одинаково. Ну, примерно и по деньгам, я бы сказал, одинаково. Спасибо. Можно еще вопрос? Виктор, спасибо большое за презентацию. Мерканда занимается, в самом деле, корпоративным видео. Если инфографика сейчас переживает некий бум, действительно такой общенациональный... Я повторю, инфографика действительно переживает бум, это очевидно. То корпоративное видео, наверное, профессионально сделано, это только то, что зарождается в России. Вот Мерканда частично занимается этим. Ну да. Как одно перетекло из другой, насколько принципы одного применимы в другом, и куда идет вообще корпоративное видео по-вашему? Ну, я про корпоративное видео могу говорить столько же, сколько про инфографику. Вопрос ваш опасный, я просто могу надолго зависнуть. Насчет бума. Да, бум не бум, но видео тоже растет, развивается. Недавно было буквально в РЕНО в новостях конференция именно про корпоративное видео, конкурс, конкуренты пришли. Мы хоть посмотрели друг на друга, пожали руки друг другу. Нет, как бы есть, рынок появился. Пять лет назад рынка не было ни в инфографике, ни в корпоративном кино. Сейчас есть и то, и то. Нормально, то есть надо из этого, мы уже думаем, куда нам дальше там, что мы будем делать дальше, когда рынок превратится в Красный океан. Насчет перетекания одного в другого, ответ, на самом деле, простой. Если у компании есть чего снять, если ты завод, и ты строишь самолеты, мы снимаем фильм про самолеты. Если ты банк, и у тебя офис, столы и операционисты, мы для тебя делаем инфографику. Ну, это так, условное, конечно, деление, но оно важно, такое простое, но принципиальное. Если содержание бизнеса только в цифрах можно отразить, мы там про цифры делаем инфографику. Есть что снять, снимем и немножечко добавим цифры. Ну, в любом бизнесе цифры есть, так что инфографика так или иначе везде будет. Ну, вот, если так. Пожалуйста. Андрей, можно я задам? Да, да, пожалуйста. Здравствуйте. Да, спасибо за выступление. Я хотела спросить вот что. Вы где-нибудь преподаете инфографику как дисциплину? Ну, то есть можно где-то поучиться у вас, например. И если нет, то можно попробовать постажироваться в вашей компании? Есть ли такая возможность? Ну, вдруг. Я преподавал одно время в бизнес-школе МГУ. Сейчас я этого не делаю по причине того, что нет времени. Это очень оказалось тяжело и трудозатратно. Было затратно. Возможно, когда-нибудь, может быть, я еще к этому вернусь, потому что это классно, преподавать весело. Стажироваться, да, можно. Напишите письмо и обсудим. Вот, молодой человек, да, уже. Здравствуйте, Андрей. Меня Максим зовут. И у меня такой вопрос практичный. Вы, ну, то есть вы или не вы, в чем была сделана эта презентация? Это все, что я сегодня показывал? Да, все, что сегодня было. Кейноут. Кейноут. Для Макинтоши. Это аналог Пуэрпоинта для Макинтоши. Спасибо. У него все эти транзишины, все эти штучки-прикольчики, да, сам Камриал. Спасибо. Добрый вечер. Спасибо большое за презентацию. Очень понравилось. Видно, что вы не первый раз выступаете. У вас это хорошо получается. Ой, мой вопрос. Спасибо. Я думал, за месяц кто-нибудь, что я не первый раз. Вопрос мой вот в чем стоит. Вот про ваши будущие презентации. Планируете ли вы использовать какие-нибудь аллегоричные предметы в своих презентациях? В моих? Я лично? Да. Ой, ребят, я мечтаю, как Альберт Горн. Какой-нибудь залезть, знаете, ради графика. Здесь подходящий зал, все бы ничего. Если я вдруг когда-нибудь здесь буду еще выступать. Я не знаю, может, мы перелучную лестницу прицепим. Это хорошая вещь. И второй вопрос. Вот если бы вам поступило приглашение от Теда выступить, какую бы тему вы выбрали? Ой, Теда. Я дважды выступал на Теде московском. Тедекс. Он называется. На Тедексе. В одном случае я рассказывал про... Ой, господи, что же я там рассказывал? Забыл. Счастье. Про мечты, правильно. Про путь к мечте, про то, как замечательно можно мечтать. Второй раз я рассказывал про важность обсуждения проблем. Как важно в бизнесе обсуждать проблемы. В том числе и на примере корпоративных фильмов. У нас такая есть фишка, что мы в каждый фильм обязательно проблему вкручиваем на Теде. Поэтому это мне близко. И, наверное, про проблемы я люблю. Я бы, наверное, на Теде про проблемы бы сказал. Да, пожалуйста. Добрый вечер, Андрей. Спасибо за выступление. Какое-то время назад именно на этой площадке Алексей Каптерев проводил эту фееричную презентацию, в том числе и в своей книге. Собственно говоря, вопрос, продолжаете ли сотрудничество с ним? И если еще есть какие-то эксперты, кто на сегодняшний день, может быть, вам оказывают какие-то услуги в этом деле? Спасибо. В каком конкретно деле? Ну, вообще, в плане консультаций и прочих. Потому что, Леша, я помню, делал глобальные крупные проекты. Да, да. С Лешей мы работаем сейчас реже. Мы с Лешей знакомы пять лет. Одно время работали прям очень-очень тесно, делали многие вещей. Сейчас у него сольная карьера. Он к нам заходит регулярно в офис, и мы общаемся, и кое-что он делает. Но сейчас, конечно, у него там он выступает, и он как тренер, в принципе, работает. Мы сейчас с ним меньше сотрудничаем. С кем еще? Ну, просто у нас много народу. Мы сотрудничаем с большим количеством людей. Но, возможно, просто эти имена пока не так известны. Там, Миша Кацал, Виталий Лелека, Аня Коган. Это все будущее Леши Капцарева. Вот. Спасибо вам. Да? Еще кто-то там? Нет? Спасибо большое. Мне было очень приятно и очень здорово выступать. Да, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось. Мне очень понравилось. Я все увидела, все поняла. И, надеюсь, это не последняя встреча у нас здесь в Digital Oktober с Андреем Скворцовым. А вы, пожалуйста, не забывайте про нас, приходите на наши образовательные мероприятия. Вот, например, завтра, 29 числа, в 20.30 у нас как раз для стартаперов интересное мероприятие. У нас будет прямой телемост Джоном Хартерном, который основал Mass Challenge, глобальнейший акселератор для стартапов. До новых встреч, друзья. Спасибо, Андрей, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.